Тотальный диктант прошел в Чубаксарах при полном аншлаге. В минувшую субботу, 6 апреля, столицы Чуваши и Новочубаксарск впервые приняли участие в международной акции. Желающих проверить свою грамотность оказалось в два раза больше, чем ожидали организаторы. Как это было, смотрите далее в сюжете. Эта аудитория заполнилась одной из первых. Те, кто не зарегистрировался на сайте или по телефону, делали это прямо на месте. В итоге вместо 500 заявленных участников пришли более 800. К сожалению, фирменных бланков всем не хватило. В ход шли обыкновенные листы формата А4. Одними из первых с текстом диктанта, который специально для акции написала современная писательница Дина Рубина, познакомились дикторы Валентина Поливцева и Юлия Меркулова. Подготовка была безусловна. Мы встречались совсем недавно с нашей преподавательницей, которая нам говорила, как правильно читать диктант, не торопиться, повторять слова, делать паузы на знаках припинания. Я думаю, что это прекрасная акция. Потому что, учитывая, какое засилье интернета сейчас среди публики, люди уходят от литературы, от книг и перестают писать и говорить правильно. Кстати, сегодня текст Дины Рубиной будет посвящен интернету, что знаково. Некоторые участники акции начали готовиться задолго до ее начала. Повторяли основные правила русского языка, изучали учебники. В ЧГУ организовали специальные бесплатные курсы для желающих вспомнить правила русской орфографии и пунктуации. Организаторы признаются, таковых было немало. Правда, были и те, кто специально не обращался к Розенталю, чтобы проверить знания, оставшиеся еще со школы. В школе писал лет 30 назад. Очень давно. Увидели по рекламе местных каналах, уговорил дочку. Честно говоря, очень хорошая акция, очень серьезная. Нина Иванова всю жизнь проработала в школе учителем русского языка. После выхода на пенсию интерес к языка знанию не ослабел, а даже наоборот. Я занимаюсь репетиторством. И, в общем-то, прямой интерес проверить себя. Если честно, конечно, на высокую оценку. Иначе не пришла, наверное, бы. Потому что уверена, что русский знаю хорошо. Диктант выдался довольно непростым. И если в страфографии многим было все понятно, то в части пунктуации вопросов возникало немало. Вопросы, относящиеся к могущественному интернету, вполне можно назвать экзистенциальными. Как и вопрос о том, что мы делаем в этом мире. Кто-то просил читать помедленнее, кто-то просил перечитать. Диктант оказался не только тестом на грамотность, но и на культуру поведения. Вы не пугайтесь нашего диктора. Пожалуйста. Это первый раз у нас тоже. Своеобразный экзамен продолжался около двух часов. Сразу после его окончания специальная комиссия приступила к проверке текстов. Результаты будут опубликованы на сайте акции завтра, 9 апреля. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.